Вы заметили, какие мы в последнее время все, все вокруг стали важные, какие значительные? Ну просто, ну сил нету, какие мы важные и значительные. Не товарищи, а уже господа. Но правда не все привыкли к этому названию. Я домой шел, у нас перед подъездом на лавочке сидят пожилые люди, там обсуждают свои проблемы. Я решил провести эксперимент, говорю, добрый вечер, господа. Они встрепенулись, сказали, здравствуйте, барин. И с товарищем и господа все равно, что из грязи в князи. Не, ну жутко важные все стали. Я позвонил своему приятелю, в ответ слышу, извини, я на встрече. Какая у тебя нафиг встреча, я тебя сто лет знаю. Ты в своей жизни встречал только поезда на Казанском вокзале. Ну скажу уж честно, что склеил девочку в метро, сидит, теперь уговаривает ее в кафе. Ну так бы сказал, прямо, у меня саммит, решаю дела государственной важности. Удастся ее уговорить или опять спать одному? А чиновники какие у нас важные? Жуткое дело. Начальство просто, ну такое важное, с такими лицами сидят, серьезными. Я пришел к одному чиновнику, мой знакомый, знакомый мой, решить пустяковый вопрос. Он говорит, пойдем в переговорную. Я говорю, а в кабинете чем плохо? Какие у тебя секреты от общества? Нет, пошли в переговорную. Пришли в переговорную, я ему задаю этот вопрос. Скажи, пожалуйста, можно мне в ванную трубу через сто лет провести? Он говорит, можно. Все, решили вопрос государственной важности, пошли назад в кабинет. Все, не о чем говорить. А врачи какие важные? Жуткое дело. Я пришел к одному врачу, говорю, скажите, можно мне вот эти таблетки применять? Вы мне когда-то их выписали. Он посмотрел на меня с видом человека, который знает все, но не точно. И начал. С учетом гипертензии и экстрасистема, да при условии наличия, отсутствия доминантной там чего... Я говорю, доктор, вы с кем разговариваете? Мне просто вопрос, можно ли таблеточки принимать или нет? Я бы не решился, но вам, пожалуйста. Многие хвалят. Ну ладно. Взял эти таблеточки. Еще хуже стало, еще важнее все стало, еще серьезнее. Посмотрел побочные явления. Написано головокружение, сердцебиение, диарея, осложнение на голову. И думаю, может быть, фиг с ним с этим насморком, а? У нас засорилась раковина на кухне. Вызвали слесаря. Пришли сразу трое. Стали смотреть в раковину. Причем с каждой минуты их лица становились все умнее и умнее. Если бы в это время к нам на кухню зашел бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, он бы почувствовался умственно отсталым. Наконец, бригадир произнес, работы на неделю, и то, если есть инструменты. У нас только штопор. Я сказал, инструментов нет, но есть финская водка. Водка поставил на стол бутылку и увидел чудо. Их лица преобразились. Они стали похожи на Владимира Спивакова. Такие вдохновенные, как будто они дирижируют большим симфоническим оркестром. Они пели дивные песни. Они парили над полом. Они засовывали руки по локоть в трубу. И ртом продували систему. А как они пили водку, это отдельная поэма. Водка уходила в них, как в вечность, без закуски. А астрологи? Астрологи какие замечательные у нас. Такие важные. Ну, пришел тебе человек, скажи ему, что его ждет, и все. Правильно? Не, начинают такую пургу гнать. Одна моя знакомая пришла, значит, к астрологу и поинтересовалась, что ждет ее капотню, в которой она живет. Он начал. Я говорю, что события в капотне зависят от Марса в области Юпитера, а Венера, проходя через водолей, будет формировать финансовые потоки в твоей капотне. Она говорит, маэстро, я даже не спрашиваю, как Юпитер связан с капотней. Просто скажите, откуда в капотне финансовые потоки? Я вообще, чтобы понять, насколько точно говорят эти астрологи, надо посмотреть, что они говорили год назад. Ничего не совпадает. Ничего не совпадает, кроме одного. Они говорили, что девам надо быть осторожнее. Девы месяца два-три крепились, потом наделали глупости, перестали быть девами. Все. Газеты сейчас считаются словарем иностранных слов. Потому что журналисты в статьях своих соревнуются друг с другом, кто этих иностранных слов больше знает. Так и пишут. Деструктивный диспорт ныне в мейнстриме. Если в статье нет слов «экзистенциальный», «оксюмарон» и «дискурс», считают, что журналист отстал от этого самого мейнстрима по самой оксюмарону. Все вывески на иностранных. Ну ладно, там это кофе-хаус, да? Но ведь и двери-хаус, и люля-кебаб-хаус. А блины теперь хаус-блин. Вы знаете, встретил одного знакомого, говорю, кем ты сейчас работаешь? Он говорит, ландшафтным дизайнером. Молодец, говорю. На компьютере? Говорит, нет, на бульдозере. Раньше был просто директор, теперь креативный директор. Раньше был мастер, теперь супервайзер. Раньше была уборщица, теперь менеджер по клинингу. А клининга как не было, так и нет. Один сплошной мусор. Я пью чай, да? На пачке написано, сделано по рецептам королевского двора. Город-изготовитель Фрязино. Никто из вас не знает, кто сейчас во Фрязино король, а? Из города Рыцка прислали мне чай монастырский. Написано, храни вас Господь. И дальше гениальная фраза, срок хранения два года. Знаете, все сложно стало. Заказал по интернету мыло. Теперь каждый день приходит реклама табуреток и веревок. Дело дошло до смешного. До смешного. Даже в семейной жизни стало теперь все так сложно, так важно. Муж вдруг жил-жил с женой. Вдруг говорит ей, что в постели надо быть непредсказуемой. Ну и что? Во время секса она вдруг вынула из-под подушки бубен. Конечно, сейчас век нанотехнологий, век компьютеров, век прогресса. Но вот как 30 лет назад рука с соленым огурцом не пролезала из трехлитровой банки. Так и сейчас не пролезает. Поэтому, граждане, товарищи, господа, давайте не будем надувать щеки. Давайте не будем делать, что мы такие жутко важные и серьезные. Будь проще, народ к тебе потянется.